Здравствуйте, с вами снова канал Medical Fitness и я, и мой ведущий, Анна Франк. Сегодня мы поговорим с вами о нарушении иммунной системы в период после курсовой терапии стероидами. Как вы знаете, наша иммунная система – это самая большая система в организме, которая регулирует абсолютно все процессы, и в том числе гормональные процессы в организме. В период, когда вы перестаете употреблять стероиды, происходит провал, то есть ваш организм еще не вырабатывает достаточное количество гормонов, а экзогенные гормоны перестают поступать в организм. Чтобы предотвратить иммунную супрессию, либо провести коррекцию иммунодефицитного состояния, которое возникло на фоне вашей послекурсовой терапии, необходимо провести иммунологическое исследование, которое позволит вам контролировать вашу иммунную систему и также определить нарушения на либо клеточном уровне, что вызывает частые вирусные инфекции, то есть это Т-клеточный иммунитет, либо на гуморальном уровне – это иммунитет, который отвечает за бактериальные инфекции. Еще важной особенностью является явление хронических заболеваний и персистирующих инфекций, которые в период вашего стресса, а здесь мы подразумеваем послекурсовую терапию стероидами, могут обостряться и дополнительно вызывать иммунную супрессию в организме. Иммунограмма – это комплексная оценка функций нашего организма, материалом для которой является венозная кровь, расшифровкой которой занимается непосредственно узкий специалист – это врач-иммунолог. В иммунограмме дается оценка работе вашего клеточного иммунитета, который отвечает за вирусный иммунитет, то есть в борьбе с вирусными инфекциями. Работа гуморального иммунитета, которая отвечает за иммунную систему, которая борется с бактериальными инфекциями. Нашей целью является проведение иммунокоррекции. Если в результате заключения врача-иммунолога, то есть в следствии иммунограммы, выявлено какие-то нарушения, в частности с использованием лекарственных препаратов, либо возможность предотвратить развитие иммунодефицита, в частности вторичного используя биологически активные вещества. В нашем случае вторичный иммунодефицит – это состояние организма, вызванное отменой приема анаболических препаратов. В заключении нашего выпуска хочется сказать, что бесконтрольная отмена приема анаболических препаратов может привести к возникновению вторичного иммунодефицита, следствием которого является нарушение адаптивной способности организма, также развитие хронического патологического процесса, вплоть до инвалидизации организма. С вами была Анна Франк. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Да пребудет с вами здоровье! Качата! Субтитры подогнал «Симон»!